В зале одна большая команда, так говорят они сами, представители местной администрации, территориального общественного самоуправления, казаки, депутаты горсовета, которые мыслят на уровне всей станицы, а не отдельных округов. В Анапское отремонтировали часть улицы Краснодарской, подъезд к хутору Усатого Балка, восстановили тротуары на трех улицах, убрали 40 аварийных деревьев и посадили 60 молодых, привели в порядок 12-ю школу, построили 4 детских площадки. Депутат Госдумы Иван Демченко на средства из своего фонда приобрел автомобиль для амбулатории. Доклад главы сельского округа занял в общей сложности около получаса. Год был очень насыщенный и много чего мы сделали, конечно бы одному не справиться. Я, конечно, благодарен нашему главе Сергею Павловичу Сергееву, его заместителям и, конечно, своему коллективу, администрации, ТОСовцам, потому что вот без них, без всего коллектива, без инициативной группы, которые постоянно ходят, постоянно чего-то просят, тоже нельзя. Вот на основании этого всего вот и получается. Большая часть задач ставится на советах общественности. Так, в минувшем году в Анапе появился подземный переход. Теперь местные жители в безопасности, а пропускная способность центральной трассы значительно выросла. Также удалось решить вопрос с канализацией в районе улиц Мира и Солнечной. У нас идет большое взаимопонимание с администрацией, с главой, с его заместителями, со всеми. Все, что выносятся вопросы, что мы выносим, это все учитывается, принимается и решается, стараемся решать на месте все это в основном, чтобы не выносить это все, допустим, куда-то в другое место. Когда пишут письма, они направляют на администрацию. Сейчас мы стараемся, чтобы люди приходили здесь, говорили о своих проблемах и чтобы эти проблемы решались у нас здесь. Таким образом удалось отсыпать часть улиц. На эти цели ушло порядка 3000 кубометров щебня. В городской администрации о работе станичной команды говорят со знаком плюс, при том, что сегодня Анапская своеобразная ворота города-курорта. Именно здесь отдыхающие получают самые первые впечатления. На институте есть спортивная площадка FIFA, где в 2018 году будет у нас в России чемпионат мира, а площадка, где будут тренироваться участники, находится в центре станицы Арабской. Мы там будем вести большую работу по реализации этой спортивной площадки. Городские власти говорят, что в ближайшей перспективе большая работа в центральном парке станицы. Парк у нас есть, кадастры он стоят. Его уже больше никто никогда не заберет, этот парк. Не под какие там везут. Он есть сегодня, но его сегодня нужно туда влечь в какое-то новое дыхание, поставить какие-то аттракционы, чтобы наши дети не ездили туда, а они находились и были здесь. О планах на 2017 год в Анапской говорят осторожно. По возможности планируют расширить школу номер 21. Общественники говорят, что необходимо расчистить русло реки Анапка, чтобы с дождями вода не подтапливала окрестности. Городские власти заверили, что деньги на эти цели предусмотрены. Продолжение следует...